Сегодня все внимание приковано к специальной военной операции. Творить добро и любить родину – мотивы добровольцев. Один из них – Марат Айбазов. Он приехал в родные края в краткосрочный отпуск в территории боевых действий. Альбина Ламкова встретилась с патриотом страны. Отец, мать, дети. Есть за что бороться, есть за что. И вот эти мысли трудную минуту подбадривают, скажем так. И отдельно стимулируют. Марат Айбазов-доброволец, его позывной «Сармат». Он выполняет поставленные руководством страны задачи в составе интернациональной бригады «Пятнашка» под командованием Ахрай Авидзба. Совсем недавно Марат был в эфире очередного выпуска авторской программы Павла Кукушкина. Рассказал об одном из штурмов. Блиндаж за блиндажом потихоньку укреплялись, зачищали, брали пленных, продвигались все глубь-блубь. И пацаны наши не подвели, все нормально. Сегодня бесстрашный доброволец в кругу семьи Марат говорит, что не смог остаться в стороне сложное для России время и отправился на специальную военную операцию в 2022 году. Вначале он возил гуманитарную помощь бойцам. Общаясь с людьми, понял, что он нужен ребятам на передовой. «Кроме нас это никто не сделает. Это наша страна. Мы должны сейчас отстаивать. В современной истории мы должны найти место для этой страны. Какое место будет. И это зависит от нас. Это меня гложило изнутри, что я должен был там находиться. Вот так. Собрал вещи. Дома сказал, что я на работу. Просто по своей профессии. Я раньше в МВД работал. На вопрос, почему в составе бригады пятнашка. Ответ прост. Особый дух батальона. А главное, своих не бросают. Для меня было важно, если даже со мной что-то случится, чтобы я вернулся домой. Чтобы похоронили меня дома, скажем так. И пятнашка – это единственное подразделение, в котором ни одного человека на той стороне не осталось. Первые дни я зашел к командиру охраны. Мы с ним познакомились. Мы с первых дней друг друга поняли. Сейчас Марат Айбазов дома. Его краткосрочный отпуск – радость для родных. Конечно же, семья и особенно дети все время в ожидании хороших новостей. И ждут возвращения домой. С большим удовольствием, как и в прежнее время, Марат играет с детьми. Они и не думают о том, что отец их вновь уедет. Мы спрашивают постоянно, где ты живешь, когда ты приедешь. Забери нас к себе. Думают, он на работе. Переживаем все равно, нервничаем. Каждый раз нам говорят, что он скоро вернется. Это слово уже скоро-скоро. Через месяц, через два. Первый раз, когда он уехал, он нас вообще обманул. Безусловно, сегодня тяжелее всего родным, проводя время в разлуке, в ожидании любимого сына. Все, что им остается – это верить, ждать и молиться. И можно только восхищаться мужеством и терпением этих удивительных людей. Мама Марата, Фатима, говорит, что сын пошел по стопам родного дяди. Моего брата пошел. Да, он военный, генерал он у нас. Но вот он, наверное, по стопам его. С детства он любит. Сперва как-то было очень тяжело. Очень тяжело. Но это его выбор. Потом мы тоже осознали, кто будет защищать, если не они. Там же все такие ребята. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия.